Новый год – время исполнения желаний. Артём Климович верит в это всем сердцем. Каждую зиму он ест сладкие мандарины, украшает ёлку и, самое главное, пишет письмо Дедушке Морозу. Для мальчика это двойной праздник. 29 декабря он отмечает свой день рождения. Я пишу каждый год письмо Деду Морозу, потому что я в него верю. Ну и он мне принесёт подарки. Мы очень хорошо отмечаем Новый год. Ну и это вообще самый классный праздник. В преддверии Нового года Белая Русь проводит необычную акцию. Дети членов организации от 10 до 14 могут написать письмо Деду Морозу и получить специальный приз, который пока держится в секрете. Единственное правило – послание должно быть до трёх страниц а четыре. В остальном – полный полёт фантазии и творчества. Последний день подачи – 11 декабря. Лучшие работы отправятся на областной этап. Каждый ребёнок вложил душу в письмо. И когда читаешь эти письма, то понимаешь, что не всё для детей является материальным. Многие пишут желая здоровья бабушке, многие пишут желая здоровья Деду Морозу для того, чтобы их братику или сестричке, он всё-таки пришёл, тогда, когда тот подрастёт и подарит подарок. Главное чудо акции – все работы маленьких бобруйчан отправятся в резиденцию Деда Мороза. Однако письмо может написать каждый ребёнок. Беловежская пуща открыта для желаний белорусов всех возрастов. Адрес на экране. Устроить чудо своему ребёнку очень просто. Помогите малышу грамотно выразить свои мысли и правильно подписать конверт. И не тяните с отправкой. У Дедушки Мороза много дел. Новогодний волшебник есть и в других странах мира. К примеру, Ирсалимский доставляет подарки по воде. С приближением Рождества он пытается принести больше сказочного в священный город. А в Лондоне Санта-Клаусы ежегодно учатся, как правильно смеяться. Некоторым приходится и вовсе работать онлайн, поскольку из-за коронавируса теперь многие предпочитают общаться по видеосвязи. Но даже пандемии не под силу отменить чудеса.